Привет из Дохи! Я приехала отдыхать в Катар первый раз. Что я знаю о Дохе? Многие пишут, что здесь очень жарко, очень дорого и много запретов. Давайте выясним, так ли это на самом деле. А заодно я дам вам советы, которые пригодятся для поездки в Катар первый раз. Катар – небольшое государство на Ближнем Востоке, площадью менее 12 тысяч квадратных километров. Его можно пересечь на автомобиле всего за час. Катар омывается Персидским заливом, а большую часть его территории занимает пустыня. Сегодня в Катаре проживает менее 3 миллионов человек, и лишь 8% из них являются ее гражданами, все остальные – иммигранты. Многие знают о Катаре лишь то, что в 2022 году здесь проводился чемпионат мира по футболу, что его столица – Доха, и что здесь находится аэропорт Хамат, через который удобно лететь из Европы в Азию. А ведь тут есть и красивые места, и отели для пляжного отдыха. Сейчас Катар называют страной с огромным туристическим потенциалом. Ну а пока многие даже не знают, как правильно ставить ударение. Россиянам привычнее говорить «катар», а в мире чаще произносят «катар». Местные жители и вовсе делают два ударения, поэтому оба варианта считаются правильными. Выбирайте тот, который нравится вам. Аэропорт Хамат в Дохе не раз официально признавали лучшим в мире воздушным узлом. Тут есть все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. Тихие комнаты, в которых можно поспать бесплатно, детские площадки, кафе и рестораны, бутики и огромные магазины duty-free. Если вы летите из России в Азию и вам предстоит долгая стыковка, рассмотрите вариант выхода в город. Я уверена, что вы не пожалеете об этом. Россиянам не нужна виза для въезда в Катар. На границе ставят бесплатный штамп на 90 дней. При этом уточняют срок пребывания и обязательно записывают название отеля, в котором вы остановились. Также могут попросить показать обратный билет. Национальная валюта страны – катарский реал. Выгоднее всего менять доллары, потому что курс реала привязан к нему. Это можно сделать в аэропорту или уже в городе. Курс везде одинаковый. В обменнике TravelX с меня взяли комиссию 30 реалов за каждые 100 долларов. Как добраться из аэропорта Хамад в Доху? Первый вариант – поехать на метро или автобусе. Но если вы летите в жаркое время года, вам точно нужна поездка от двери до двери, потому что прогулка с чемоданом разгар дня вам вряд ли понравится. Из аэропорта можно поехать на такси. Кроме того, некоторые отели предлагают гостям заказать трансфер. Я выбрала именно этот вариант. Если вы остановились в исторической части Дохи, то дорога из аэропорта в отель займет примерно 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Катар считается одной из самых богатых в мире стран. Поэтому многие туристы думают, что тут все очень дорого. Да, действительно, в Дохе есть отели высочайшего уровня по цене от 500 долларов за ночь. Но в то же время тут легко найти и доступные варианты. От себя могу порекомендовать четырехзвездочный отель Imperial Suits Doha, в котором я остановилась. Он находится примерно в пятнадцати минутах ходьбы от рынка Суквакив, одной из важнейших достопримечательностей Дохи. Тут можно забронировать однокомнатные или двухкомнатные апартаменты. Imperial Suits действительно хороший городской отель, в котором будет комфортно отдыхать. У меня апартаменты с одной спальней, площадью более ста квадратных метров. По сути, это целая квартира. Здесь есть оборудованная кухня, холодильник, плита, микроволновка, даже стиральная машинка. Очень удобно, можно готовить. Тут же обеденная зона с большим столом. По всему номеру есть кондиционер, и тут очень приятно находиться, комфортно. Это гостиная. Тут диванчик, кресло, большой телевизор, а еще есть небольшой балкончик. Отсюда очень красивый вид из окна. Из гостиной мы попадаем в спальню. Она тоже просторная, очень светлая. Тут тоже есть кондиционер, здесь большая, очень удобная кровать. Тоже есть телевизор, ящички, полочки, шкаф. Все, что нужно для того, чтобы остановиться комфортно в отпуске. В номере два санузла. Это основной. Тут есть ванна, большой набор косметических принадлежностей. Тоже все очень комфортно, все чистенько, приятно. В номере есть все, чтобы чувствовать себя как дома. Вайфай, посуда, утюг, гладильная доска. В общем, мне здесь очень понравилось. В описании под видео оставлю для вас ссылочку, по которой вы можете посмотреть, сколько стоит этот отель на ваши даты. Мне кажется, это отличный вариант по доступной цене. Мы бронировали проживание на двоих с завтраками. Ресторан находится на верхнем этаже отеля. Вот так выглядит завтрак для двоих в отеле Imperial Suits. Очень сытно и вкусно. Ресторан открыт целый день. В нем можно и пообедать, и поужинать. Или заказать еду в номер. Кроме того, гостям отеля Imperial Suits доступен бесплатный тренажерный зал и бассейн на крыше. Как передвигаться по Дохе? Очень удобный вариант метро. Тут всего три ветки, которые ведут к самым интересным достопримечательностям. По Дохе очень удобно передвигаться на метро. На входе стоят вот такие вот автоматы, в которых можно купить проездные. Я купила проездной на один день. Он стоит 6 риалов. То есть могу кататься безлимитно на метро весь день. Для каждого человека нужен отдельный проездной. Вы можете купить безлимитный вариант на один день или на неделю. Или же приобрести карточку и пополнять ее по необходимости. В Дохе есть четыре типа вагонов. Стандартные, семейные, только для женщин и бизнес-класс. Проезд в вагонах с надписью GOLD стоит дороже. Заходить в них с обычным проездным нельзя. Метро в Дохе беспилотное. Это еще одна деталь, которая подчеркивает современность катера. По пятницам метро работает после 14 часов. В пятницу в Дохе вообще многое открывается только во второй половине дня. Учитывайте это и при планировании маршрута в аэропорт на метро. Я приехала в Доху в июне. Днем температура воздуха поднималась до плюс 47 градусов, поэтому гулять приходилось рано утром и поздно вечером. Меня выручало не только метро, но и такси. Вы можете использовать городской сервис Carvo Taxi или привычный Uber. Второй вариант дешевле. Такси в Дохе стоит недорого. Например, за 15-минутную поездку от своего отеля в старый порт Дохи мы заплатили 9 реалов. Это около 2,5 долларов. Такси очень выручают, когда на улице жарко. Вызвать его легко даже без местной сим-карты, так как во многих общественных местах Дохи есть бесплатный вай-фай. Летние вечера в Катаре тоже жаркие. Приятный способ освежиться – прокатиться на традиционные лодки Доу по Персидскому заливу. Это стоит всего 20 реалов с человека. Во время прогулки лодка подплывает к небоскребам. И это завораживающее зрелище. Если вы приехали в Доху в период с ноября по май, обязательно возьмите еще и экскурсию по городу. Ссылочку, по которой можно заказать туры на русском языке, вы найдете в описании под видео. Летом же Доху удобно осматривать только в определенные часы или на автомобиле. Сильнейшая жара, о которой все говорят – не миф. С июня по август тут действительно непросто находиться. Что посмотреть в Дохе? К сожалению, из-за жары я успела увидеть не все, что планировала. Зато у леса, это в Дохе есть большое преимущество. У достопримечательностей обычно не души. Все выходят в город только после заката. Один из самых любопытных объектов в Дохе – огромный комплекс Катара Cultural Village. Здесь работают театры и галереи, проводятся различные выставки и фестивали. А еще тут очень красиво. У меня за спиной одна из самых важных достопримечательностей Дохи – это мечеть. Посмотрите, какая она красивая. Ее построила знаменитая женщина-архитектор, первая в мире архитектор мечети, родом из Стамбула. А рядом находится вот такое необычное сооружение – это голубятня. Ее построили, чтобы птицы сидели там и не мешали никому здесь гулять. Из других достопримечательностей здесь особенно выделяется амфитеатр, оперный театр и золотая мечеть. Кстати, она покрыта настоящей золотой крошкой. Конечно, по вечерам здесь более оживленно. Утром все мастерские, театры, кафе и магазины закрыты. Катар – хорошее место для морского отдыха. У многих отелей есть собственные песчаные пляжи, а общественный пляж в Дохе – всего один. Кстати, он платный. Говорят, что Катар планирует развивать направление пляжного туризма, ведь купаться в Персидском заливе можно круглый год. Вполне возможно, что скоро здесь станет популярна система «Все включено». Одно из лучших мест для прогулок в Дохе – набережная Карниш, которая тянется вдоль залива на 7 километров. Она начинается в старом порту. Сюда тоже стоит заглянуть. Это бокс-парк – современная достопримечательность Дохи, грузовые контейнеры оказались не нужны. Их составили в порту, покрасили и превратили в полезные помещения. Сегодня здесь находятся кафе, магазины. Такое место, где можно просто погулять, встретиться с друзьями и красиво пофоткаться. Также в старом порту Дохи расположен рыбный рынок. Его павильон завораживает чудесными витражами и голубой мозаикой. Здесь можно просто полюбоваться интерьером или купить рыбу и морепродукты. Рядом работает ресторан, в котором для вас их легко приготовят. Этот симпатичный райончик называется Мина Дистрикт. Все домики здесь построены в едином стиле, и они все разноцветные. Это смотрится очень красиво. Все путеводители по Дохи называют его самым инстаграммным местом в городе. Обязательно здесь побывайте. В этих домиках вы найдете уютные кофейни и ресторанчики, магазины и сувенирные лавки. По вечерам здесь обычно оживленно. Еще одно отличное место для вечерней прогулки – рынок Суквакив. Его называют самым чистым в мире восточным базаром. Суквакив – блестящая иллюстрация местных традиций и арабской культуры. Пожалуй, самое необычное место на рынке – павильон, который называют Соколиным рынком. Тут продают настоящих охотничьих птиц. Пообщайтесь с продавцами – вы узнаете, сколько стоят такие птицы и как за ними ухаживают. Кроме того, здесь продают лошадей и верблюдов для традиционных скачек. Именно в этом месте видишь настоящую доху. Мне нравится, что Катар очень трепетно относится к своей культуре. Здесь есть футуристичные небоскребы, кондиционируемые улицы и беспилотное метро. Но колоритный восточный базар пользуется успехом не только у туристов, но и у местных жителей. На рынке Суквакиф можно купить бахур, ароматный кофе с кардамоном, пряности и сочные катарские финики, а также классические сувениры и украшения. И, конечно, вкусно поесть! На современный шопинг отправляйтесь в торговые центры. Самый крупный в Дохе – Сити-центр-молл. Тут есть фудкорт и различные кафе, гипермаркет, батутный центр, игровые площадки для детей и, конечно, множество магазинов. Рядом с этим торговым центром расположены самые красивые небоскробы Дохи. Эти ультрасовременные здания строили архитекторы с мировыми именами. Приятно, что многие из них отдали дань уважения традиционному исламскому стилю. Вы легко разглядите его в деталях. Огромный плюс катара в том, что он считается одной из самых безопасных в мире стран. Гулять по вечерней Дохе совсем не страшно. А еще тут очень чисто. Заметно, что в Дохе позаботились о том, чтобы людям было приятно гулять. Тут есть огромные парки посреди оживленного города, широкие тротуары и, конечно, набережная Карниш – визитная карточка Дохи. Обязательно погуляйте по столице катара после заката. Дохи. 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 о запретах. Многие думают, что Катар – это такая страна, где многое запрещено. На самом деле это не совсем так. К туристам тут относятся очень лояльно. Просто просят уважать местную культуру. Например, это касается пляжей. На общественных пляжах даже туристов просят купаться в закрытой одежде. Но если вы отдыхаете в отеле, то не переживайте. Вы можете купаться в привычном купальнике, никто вам ничего не скажет. То же самое касается алкоголя. Распивать его в общественных местах в Дохе запрещено, а вот в отеле разрешено. Кроме того, в Дохе запрещено фотографировать местных женщин, стражей порядка и государственные объекты. К туристам в Катаре относятся очень лояльно, но все равно просят уважать местную культуру и не носить на улице откровенную одежду. Девушкам советуют избегать менее и открытого декольте. Мужчинам – маек и коротких шортов. Я гуляла в легком длинном платье и оставила плечи открытыми, так как на улице было почти плюс 50. Но все же брала с собой легкий платок на тот случай, если окажусь возле мечети при большом скоплении людей. За все время не поймала ни одного намека на упрек. А еще в Катаре очень вкусно. Причем тут есть кухня на любой вкус и заведение на любой кошелек. Средний чек в стандартных ресторанах дохи 100 ареалов за блюда и напиток. Питаться дешево можно стритфудом. Попробуйте местные лепешки чапати и пряный чай карак. За ними стоят в очередь даже обеспеченные местные жители. Много недорогих ресторанов вы найдете на рынке Суквакив. Тут колоритно и вкусно. А самые модные местечки ищите в районе Мина-Дистрикт и на островах Жемчужина Катара. Мне очень понравились вдохи, и я однозначно вернусь сюда еще раз. Думаю, что зимой, чтобы спокойненько здесь погулять. Как я и думала, вокруг Катара очень много стереотипов. Все запреты, которые здесь есть, совершенно разумные. Я не чувствую, что меня здесь в чем-то ограничивают. А вот про жару никто не врал. Здесь действительно очень жарко. Даже сейчас, поздно вечером, мне очень жарко. Еще говорят, что здесь все дорого, но на самом деле это не совсем так. Здесь вполне можно существовать на разумные деньги. Есть и дешевые отели, и дешевая еда. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео про доху, если оно было полезным, и если вам захотелось здесь побывать. Заглядывайте в описании под видео. Как и всегда, я прописала там для вас все самое важное. И подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. До новых встреч!